Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Сбывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня в программе Очевидец У нас, ну, можно сказать, светило трансплантологии Латвии Рафаэл Леон Чаразенталь Доктор медицинских наук Профессор И фактически многолетний руководитель Латвийского центра трансплантологии И человек, спасший, наверное, Вместе со своими коллегами Около двух тысяч жизней людей Поскольку именно столько операций Было проведено по пересадке почек в Латвии И когда-то наша страна Благодаря усилиям Профессора Розенталя И его коллег Стала одной из ведущих В Европе стран По этому направлению Но, к сожалению, все проходит И это тоже немножко прошло Вот у меня перед Глазами книга Которую Рафаэл Леонович написал Уже много лет назад Записки врача-трансплантолога Он описывает свою жизнь И сегодня вот по страницам этой книги И по страницам этого удивительного Медицинского учреждения Латвии Мы с вами и пройдемся Телефоны в студии работают 672-12-93-9 672-13-93-9 Если у вас есть вопросы к профессору Розенталю Может быть кто-то из ваших близких Страдает болезнью почек И вы хотите проконсультироваться По поводу вопроса пересадки И так далее Или еще какие-то вопросы задать Связанные с простатологией Вот Просим вас звонить И присоединяться к нашему разговору Рафаэл Леонович, добрый день Здравствуйте А почему я вас не вижу? Я хорошо вас слышу Ну, мы вас видим И это самое главное И наши радиослушатели В записи, которая будет опубликована В Ютубе Тоже вас увидят Видимо, увидят, да? Да Только единственное В СССР я уже бывший Ну, понятно, да, бывший Многолетний Да, бывший и многолетний Итак, Рафаэл Леонович Транспатология в Латвии Началась В 1900 В каком году? В 73-м В 73-м Это когда вы туда пришли? Или ваш предшественник Начал первые транспортации? Вот первое, что я хочу сказать Решение От создания этого центра Принял министр Камп Причем Я знаю Я с ним разговаривал Он согласовал Это довольно долго Со всякими партийными И, так сказать, организациями А почему это требовалось? А потому что Это было совершенно новое направление В медицине тогда Ну, Советского Союза Само по себе Но это было новое направление Вообще В мировой Транспатологии Когда она только начиналась И для того, чтобы Вот сделать Когда мы вернемся К сегодняшнему положению Это было главное Это курировал Бывший министр Причем очень сильный Министр здравоохранения А сильный он был Благодаря Рафаэль Леонидович Он был сильный Благодаря своим Каким-то Организаторским способностям Вы знаете Вот министр Хотел это сделать Тогда у министра Он был очень Продвинутый министр Он был там Членом Академии медицинских наук Он это продвинул Он был сам врач? Конечно Он был министром здравоохранения Это сейчас министры Он был министром здравоохранения То есть он Поднялся в медицине Как бы с низов И он знал эту проблематику Да, он закончил Медицинский институт Здесь Вот А уже он Пригласил Для работы сюда Специалиста Московского Доктора Йосифа Ермалинского Который Значит уже Имел некоторый опыт И который Фактически Вот этот Центр Уже дальше Создал Как врач Как медик Вот А я там работаю С 76-го года После того Как доктор Ермалинский Уехал Обратно домой В Москву Рафаил Леонидович Вот Насколько было сложно Организовать Эту Технологию Ну как бы Реализовать ее В Латвии Какие ключевые Факторы Были Ну Задействованы Чтобы это Начало Работать Ну вот Я вам сказал Значит Это было первое Решение Министра Причем Оно довольно Долго Там очень много И для этого Открыли Обычно Перепрофилировали Обычное Хирургическое Отделение В больнице Страды Там была Проведена Реконструкция И С помощью Так сказать Московских Денег Была закуплена Аппаратура Для гемодиализа Назывался Тогда Аппарат Искусственного Почка И там Это развернули И тогда Когда Эти аппараты Были развернуты И начали работать Тогда уже Можно было Говорить О том Что Значит Можно Начинать Заниматься Трансплантацией Второй момент Был Это Привлечение Кадров Вот С помощью Министра С помощью Ректора Мединститута Удалось Туда Пригласить Довольно Способных Людей Там были Три кандидата Медицинских Наук Не по Хирургическим Отраслям А Патология Иммунология Биохимия То есть Приглашали И Очень хорошие Пришли Хирурги Которые Закончили Хирургическую Интернатуру Тогда Это было Называлось Вот И Для Как бы Для перспективы Очень способные Хирурги Вот Марис Берснич Такой Был Он очень Рано Погиб Янис Битсанс Рута Берсни Которые Стали Заниматься Хирургическими Вопросами И Научились Всему Конечно От Ермолин Скажите Скажите Что Мотивировало Врачей Вот Идти В эту Новую Область Просто Ну Мы Сейчас Как-то Нет Это было Общее Течение Значит Министром Союза Был такой Академик Петровский Который Сделал Первую Пересадку В Советском Союзе Почек И он Как министр Там Распространял Эту идею На Республиканские Министерства Ну И Туда Пришли Значит Скажем В Литве Этот центр Разглавлял Министр Здравоохранения В Белоруссии Министр Здравоохранения То есть Такие Большие Люди И в том числе Вот Великолепен Шканов Наш Министр Он Он Патрон Новое И Как это Новое Без него Этого Не прошло Скажите Ну Просто Это Как бы Было Такое Поветрие Мода Или Все-таки Необходимость Пересадки Почки Существовала Поскольку Много Людей Нуждалось В этой Операции Много Людей Погибало Из-за Того Что У них Не Работали Почки То есть Это Была Как бы Социальная Проблема Которую Требовалось Решать Обязательно Конечно Первая Пересадка Вообще Была Сделана В Соединенных Штатах В 54 Году До Этого В 48 Году Только Впервые Начали Применять Аппарат Искусственная Почка Это Был Прогресс Развитие Медицины А Пациентов Всегда Хватало Тех Больных У кого Собственные Почки Не Функционировали Они Всегда Были То Что Назвалось Терминальная Урамия От этого Умер Александр Третий От этого Умер Михаил Булгаков Ну что Отперед Ничего Подобного Не Было Понимаете Как А Нужда В этом Была Большая И Плюс Развитие Понимаете Когда Пошло Развитие Тогда Уже Остановить Нельзя Было Ну и К этому Подключился Советский Союз Они По-моему Где-то Ездили В Штатах Учились А уже Мы здесь Местные Люди Уже Учились У них Так Это Было В свое Время Распространено Ну вот Читая Вашу Книгу Я Читала Прочитала Кстати Историю Это Как бы Первой Пересадки О том Что В принципе Ну Буквально Первая Операция Была У вас Успешной Да И почка Заработала И Пошел Процесс И так далее Вот Вам просто Повезло Или Все-таки Сказалось То что Ну в Латвии Как бы Все более Так четко Построено Там Хорошая Гигиена Хороший Уход Хорошие Врачи Вот Что Было Тем Моментом Который Помог Этой Успешной Операции Ну Как всегда Повезло Нет Ну Видите ли Я уже Вместе С моим Сотрудником Яницем Бизнесом Мы Два Месяца Поработали В Москве В институте Трансплантации И У Бизнеса Уже Был Опыт Работы Значит Там Так что Опыт Был Доктора Знали Знали Как вести Этих Больных Ну И Первая Операция Была Успешной Действительно Это Это был Стимул Вообще Очень Хороший Для Нас Да Мы Оперировали Поздно Вечером Ночью Спали И так Дали Со всеми Эмоциями Как молодых Людей Которые Сделали Новое Дело Но До Этого В Латвии Было Проведено 52 Операции Которые Делал Вот Доктор Юс Сермонский Да Так что Опыт Какой Это уже Было Из этих 52 Операций Которые Проведены Были До Вас Сколько Было Успешных Ну Я Трудно Сказать Там Были Четыре Операции Сначала Были Живых Доноров Вы Знаете Я Не могу Ничего Сказать Когда Я Пришел Работать То Я Уже Не Всех Этих Пациентов Видел Ну Так То Есть Вы Своих Пациентов Потом Наблюдали Всю Жизнь Или Они Могли Уже Совершенно Самостоятельно Существовать Без Вас Это Это Было Наших Достижений Ну Там Я У Нас Был Амбулаторный Кабинет Который Мы Позже Построили Это Вот Когда О Центре Говорили Эти Все Больные После Трансплантации Наблюдались У Нас Мы Воспитали Квалифицированных Нефрологов У нас Сейчас Нефрологи Трансплантационных Больных Занимаются Три Доктора Медицинских Наук Профессиональные Нефрологи Ну Тогда Они Росли Вместе С нами Но Мы Старались До Развала Центра Чтобы Эти Больные Концентрировались У нас И Чтобы Они Могли Общаться С нами С врачами Каждый День Ну Немножко Сейчас Хуже В этом Отношении Но Как бы Проблема Тоже Так Рафаил Леонович Вы Упомянули Слово Развал Центра Мы Наверное К этому Придем Немножко Попозже Но Мне Хотелось Бы Все-таки Рассказать О том Как Произошел Расцвет Этого Центра То есть Как Увеличилось Количество Операций Как Вы Перешили 90-е Годы Вот Это Когда Вообще Ничего Не было С Медициной Было Сложно Со Средствами Было Сложно Как Ваш Центр Это Смог Пережить И Преодолеть Эти Трудности Во-первых Еще раз Говорю Патронаж Был Очень Сильного Министра Во-вторых Мы Поняли Идею Что Надо Построиться И что Надо Создать Какую-то Инфраструктуру Эта Инфраструктура Сделал Нам Колхоз СРЦМ С Был Татар Который Нам Построил Вот Пристройки И мы Могли Там Развернуть И отделение Гемодиализа Которое Было И клиническое Отделение И операционный Зал Построили И там Было Вот это Отделение Тоже Которое Занималось Координационное Отделение Мы его Называли Лат Трансплант Там Было Пять Отделений В этом Слушайте А зачем Колхозу Эзерцемс Это было Строить Зачем Колхозу Эзерцемс Было Строить Нефрологический Центр А зачем А зачем Нефрологический Да Нет Колхоз Эзерцемс Прозвучал Почему-то Он Строил Ну не знаю Нефрологический Центр Был Нужен Да Это Ясно Но Здесь Вопрос Уперся В это Здание Которое Ненужное Построили Болицы Строит Вот это Ужасно Ну Это здание По проектам Которые Были Было Думано Для развития Такой Инновационной Медицины То что Там Сейчас Делается Ну это Рутинная Медицина Где лежат Больные Это Нехорошо Из-за этого Собственно Это было Одной Из причин Что стали Говорить Что такой Центр Не нужен Мы можем Больных Перевозить Туда Я вам расскажу Как возят Больных Через улицу Как возят Больных Через Коридоры Когда все это Было Созреточено В одном Месте Это Развал Хуже В первую Очередь Для больных А уж Потом Пожалуйста Рассказать Как это Было Хорошо То есть Первоначально У вас Была Зеленая Улица Вы Начали Так сказать Практиковать Эти Операции И Проблем С финансированием У вас Никогда Не было Или Это Уже Новое Такое Явление Когда Нужно Получить Бюджет Под Какие Операции Квоты Там И так Далее Вот Как Это Строилось В советское Время У вас В центре Конечно Бюджет Не всегда Были Во-первых У нас Не было Возможности Получения Тогда Это Называлось Валюта У нас Нитки Которые Мы Шили Ну так Пардон Мы воровали В Москве Когда Приезжали Туда Нам Давали Нитки Которые Шить В общем Было Трудно У нас Не было Это Все Упиралось Тогда В валюту Понимаете И мы Больные Получали Отечественные Лекарства Или Закупленные В Венгрии Там Было Плохо Но Это Ясно А вот Когда Это Все Изменилось Когда Мы Получили Доступ Но Вам Кажется Кто Со мной Работал Расскажет Как Мы Резали Одну Нитку На Четыре Части И Пытались Сделать Чтобы Эта Нитка Была Настоящая Это Все Хирурги Которые Занимались Вообще Хирурги Понимали Каким Материалом Мы Шьем И что Что Так Нам Доволь Но Денег Не Было А Больных Вы Все Так Принимали Деньги Рубли Нам Давали Сколько Мы Хотим Понимаете То Вот Рубли Пожалуйста На Все Что Угодно Но Не Все Можно Было Купить На Рубли Хорошо Рафаэл Леоныч А Вот В конце 80-х годов Когда Началась Массовая Эмиграция И Многие Латвийские Специалисты Уехали За границу Вы Остались В Латвии И Ну Не Помышляли О таком Сценарии Почему Отъезд У меня Дети Уехали Я Я Продолжал Работать Понимаете Как Вот Как Работал Так И Работал Да Ну Там Зарплаты Снизились Понимаете То есть Я Продолжал Работать И Я Считал Что Пока Я Работаю Никуда Двигаться Не буду Мы Здесь Это Все Хорошо Делали Понимаете То есть Достаточно Для того Чтобы Тешить Своё Самолюбие Что Я Делаю Доброе Дело У меня Уехали Несколько Молодых Сотрудников Но Это Нормально То есть Проходила Эмиграция Уезжали Израиль Штат У Это У всех Был Ну Многие Считают Что Вопрос Эмиграции Был Связан С Какими-то Материальными Мотивами И Рассказывают Ну История О том Как Много И как Хорошо Зарабатывают Врачи За границей И Латвийские Зарплаты Не могут С этим Сравниться И Поэтому Наша Медицина Не Конкурентоспособна Все ли Дело В зарплате Или В чем-то Еще Нет Ну Видите В чем Дело Тогда Когда Началось Это Общее Поветрие И Когда Люди Кинулись Искать Где Лучше Трудно Сказать Да Зарплата Условия Работы Всякого Рода Это Все Было Но Медицина Действительно Не очень Двигалась О Плохой Стороне Нашей Медицины Можем Поговорить Да Но Отъезды Людей Которые Работали Со Мной Да Они Были Связаны С желанием Молодых Людей Реализовать Себя Ребята Способные И Они Добились Того Чего Хотели Не Все Не Все Ну У меня В Америке Один Очень Успешный В Швеции Один Успешный Израильские Двое Трое Были Там Так Не Очень Хорошо Шло Ну Шло Ну Устраивались Люди Ну Это Что ж Тогда Было Как У меня Семья Двое Детей Уехали Все Итак Рафаэл Леоныч Значит К К 90-му Году Вы проработали Уже практически Ну 15 лет 15 лет Да И Соответственно Был большой Опыт Была клиническая Практика Было какое-то Имя Наверное В транспатологии Уже Вот Каким Образом Произошел Переход Центра Транспатологии В Новые Экономические Условия И Что было в этом Хорошего А что в этом Было негативного Ну Вы понимаете Как Конечно Вы правы Вот Например Мы Получали Лекарства Для иммуносупрессии Больных Получали Значит На валюту Через Москву Сколько там Советский Союз Закупил Нам какую-то Сейчас всегда Давали Потому что Мы Были там На хорошем Часто Но Когда Я боюсь Сейчас сказать Кажется Это был Конец 90-х годов Когда Годманис И Юркенс Они Уехали Куда-то За границу Где они были Я не помню Где-то В Азии Они Привезли 100 бутылок Иммуносупрессора Сандемуна Вот Привезли Для нас Понимаете Как Не для меня А для больных Я просто не знаю Кто им сказал И как Ну Был такой момент И Ну И Конечно На Третий день Этого Путча Который был Помните В 19-м году Мне позвонил Фирмаш Из Швейцарии Сказал Ну Теперь мы Дружим Значит Теперь вы Можете У нас Закупать Мы До этого Начинали Ездить И Ну Знали Меня Конечно В Союзе Там я был Членом Всяких Комиссий И все Это Ну Шло Одно За другим Да Ну Улучшения То явно Были То есть Появились Какие Деньги Тоже Неполные Тоже Не хватало Но все Это И И тогда Вы начали Принимать Заграничных Пациентов Тоже Или нет Вот Когда Это было Позже Это Было Это было Значительно Позже Нам Очень Сильно Просились Уже Люди Из Союзных Республик Это Там Министр Когда Просил Это Были Конец Восьмидесятых А Потом Когда Я уже Познакомился С ними Так Там Потом Стали Немножко Мы Принимать Заграницы Это Был Для Нас Хороший Опыт И Началось Это Все С Пациента Который Жил В Латвии До Ряза И в Израиле Трудно С донорскими Органами Там С религиозами В общем Там Была Целая История Узнали Но Приняли И получилось Понимаете Это тоже Вот Получилось А потом Уже Начали Говорить В Израиле Если хотите Приезжайте В Рим И так далее Но мы В рамках Возможного Это Делали Ну Ведь Буквально Лет Десять У нас Является Популярной Темой Медицинского Туризма И очевидно Что Ваш Центр Мог бы Быть Таким Учреждением Которое Ну Принимает Пациентов Из-за границы Оказывает Такие Услуги И Делает Такие Уникальные Операции Почему Этого Не Произошло Да Вы Понимаете Значит Я Одно Время В больнице Встрадное Иностранные Пациенты Лечились Только У нас Здесь Помимо Других Вопросов Мы Были Ограничены Количеством Получаемых Органов Тогда Когда У нас Своим Хватало А у нас Был Период Когда Наши Люди Из Латвии Ждали Пересадку Почки Два Три Четыре Месяца Не Больше Это Скажем Сейчас в Америке Они 12 лет Должны ждать Германия А у нас И у нас Были Органы Которые Мы Ну Или Выбрасывать Или Давайте Будем Лечить Больных Эти люди Больница Получала Полную Стоимость Этого Дела А для Нас Это Было Какое-то Ну Вот Ну Такое Самочувствие Хорошее Смотри У нас Получалось Нам Хотелось Знаете Как Но Это Все Закончилось Еще Раньше Когда Резко Уменьшилось Количество Получаемых Органов Латвии Это Было Связано Одно С другим Это Было Связано С большой Иммиграцией Людей Отсюда С уменьшением Количества Населения Латвии С ухудшением Медицины Все это Было Связано С этим Но Было Такое Ну То есть Просто Физически Людей Стало Меньше Стало Погибать Людей На дорогах Условно Меньше Да Это Все Было Связано У нас Были Я вам Скажу Периоды Тут Вот Я посмотрю 15 14 15 16 Год Когда мы Делали Приблизительно 60-70 Трансплантаций Ежегодно Это на миллион Населения Получалось 30-32 Мы тогда Действительно Входили Что-то в тройку Или в пятерку Лучше По количеству Трансплантаций На миллион Населения Понимаете Да Это конечно Было Большое Подспорье Это Ну Как бы Престиж Был А потом Когда уменьшилось Когда возникли Другие Трудности Когда началась Вот эта вот Подковерная Борьба Да И Новые Министры Несовершенствами И медицина Стала падать И люди Приходившие Туда Ну администрация Больницы Страдения Это же были Какие-то Проходящие люди И сейчас Я не знаю Сколько там Врачей сидят И Ну Тут очень много Это Это все Все делали Но в тот период Вот мы были Действительно И еще Что нам удалось Вместе С сердечными Трансплантаций Трансплантация Обусловлены Они были Чем Что хотели Хотели Помещение Ваше Получить Хотели Ну Зависть Какая-то Сработала Ну не знаю Кто будет Резать Курицу Которая Несет Золотые Яйца По собственным Тут Такая История Значит Сдали Вот этот Корпус Где находится Терапевтик И начались Давайте Что туда Переведем И давайте Где можно Посыпать Оттуда И Пошла Вот такая Волна Понимаете Давайте Значит Это Заберем Сюда Или Вы Поймите Что Коллеги С которыми Я работал В целом Этот Переведен Помните Как Раневская Говорит Да Да Вот это Вот И И И И И Министерстве И все Давайте Я Эту Сейчас Закончу Потому Сейчас В 1616 Году Когда Я уже Понял К чему Это Идет Все Сотрудники Центра Там Было 13 Врачей Из них 8 Докторов Наук Мы Написали Письма Президенту Латвии Премьер-министру Латвии И министру Написали Что Вот смотрите Вы валите Работающий Центр Вот вам данные Вот он Да Классно Работала Бюрократия Все это Спустилось Вниз И вот Это Я хочу Подчеркнуть Что Вот Я вам Говорил О Министре Который Сделал Этот Центр Так Вот Развалило Его Теперьшний Депутат Чакша Анда Чакша Она была Когда ей Это пришло На утверждение Она нас собрала Она сделала Заключение Трансплантация Не является Государственной Проблемой Это проблема Больницы Страды Ух ты Да Вот Это было сказано В нашем присутствии Сказало Вот обращайтесь Сюда Решайте Туда А там Уже были Свои интересы Они говорили Что финансы Надо туда Направить И кому-то Надо было Финансы Анда Чакша Это вот Так сказать Могильщица Вот того Что было Здесь Она была Членом Правления Больницы Пришла В министерство Сейчас она В этом самом Но это было Такое вот Субъективное Отношение К нам Если министр Сказал Все равно Сделают Но рано или Будет Так что Это было Это было Это было Нехорошо Мы Мы сами Понимали Что нужно Не хуже И я вам Могу сказать Чего нам Не хватало Чего сейчас Не хватает Все это Мы знали И это Можно было Сделать Путем Нормальных Переговоров Понимаете Как Я ушел Мне было 80 Ушел сам Янец Бизнес Ему было Только 73 Или 4 Он тоже Ушел Ушел сам Мы не хотели Чтобы это Было связано Как-то Со старением Коллектива Знаете И ребята Остались Но это Следующий вопрос Если вы мне Задите Я вам расскажу Что есть И что есть Давайте так Чего нет Нет хорошей Инфраструктуры Для развития Трансплантации Нет Нет хирургов Которые могут Делать Трансплантацию Печень Смотрите Что творилось Приглашали Литовских Хирургов Отправляли Больных В Эстонию Сами делали Нас не пускали Сами делали Результаты Ужасные Они приостановили Вот пожалуйста Теперь Этого нет Вот этого нет Нет инфраструктуры Новый корпус Страдания Если вы где-то Услышите Не верьте Никто строить не будет Сейчас нет денег Сейчас Когда мы с вами Разговариваем В эпоху коронавируса Да Говорить о каком-то Улучшении Быть не может Но этого нет И это не вернуть Теперь что есть Если нас слушают Больные Есть Четыре Хирургов А три из них Доктора наук Давайте так Которые знают Трансплантацию почки От А до Я Абсолютно профессиональные Ребята Есть Три Нефролога Три доктора наук Которые знают Почечные болезни И Болезни Больные с пересаженной почки От Я до Я Это есть А вы можете назвать Имена тех и тех Хирургов Трое Доктора наук Имена Янец Ющински Есть Записано Да Виктор Шевелёк Так Вадим Сухоруков И Александр Мальцев Так Вот это Четыре Хирурга Почку Они делают Они делают В трудных Условиях Они делают В старом Операционном Зале Эти больные Но они Это знают И Трансплантации почек Продолжаются Без Продолжаются Да Это В зависимости от Количество Трансплантаций Резко уменьшено Значит Мы можем сейчас Сказать Что Трансплантации Делается В два раза Меньше Более чем В два раза Меньше Чем делается Вот скажем Последние годы Вот это 16 Там 17 15 16 Это уже Связано Совсем Вместе Да Так А врачи Нефрологи Которые Почечной Болезни Знают Это Имена Их А Имена Их Ева Зеденя Да Инара Адамсона И Инесса Фолкмана Спасибо Так То есть Четыре Хирурга Есть Три Нефролога Есть Да Деньги Для этих Операций Больничная Касса Дает Лекарства Для этих Больных Закупаются То есть Это Вот эти Больные Которым Надо Они все Получают Они Единственное Только Дольше Должны Ждать Почку Да Потому что Меньше Стало Доноров Это тоже История Не только Медицинская Это история Все это Вы понимаете Что Медицина Настолько Последние Годы Стала Хуже Что Доверие К врачам Уменьшилось Резко Понимаете Как Доверие Уменьшилось Отразилось На Донор Рафаэл Леон Нас тут Слушатель Спрашивает Сколько Стоит Новый Операционный Зал Или Дело Не только В операционном Зале Вы говорите Хирурги Оперируют В старом Операционном Зале Во-первых Где его Построить Потому что Построить Его больше Негде Зал Который Был У нас Который Мы Построили Решениями Там Общих Этих самых Переданы И там Развернуто На территории Центра Нашего Развернута Клиника Челюстно-лицевой Хирург А Вот так Да Болезное Дело У них были Какие-то Проблемы Их перевели К нам И Они Заняли Наш Зал И все Ну Что ты скажешь Коллеги Работают Вот А новые Там Залы Надо Строить Там Реанимацию Надо Строить Мы Работали В этом Старом Корпусе Который Имеет Историческое Значение Это Барак Обделанный Красивым Терпичем Ему Больше 100 лет Там Работает Хирургическая Клиника Понимаете Как То есть Это 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 даже Немыслимо Это даже Удивлялись Как Работают Там Хирурги Работают Но Там Нет Никакого Прогресса Понимаете Как Но В старых Зданиях Вы Прогресс Не достигнете Даже Если У вас Талантливые Все Врачи Ну У нас Есть Новый Корпус Больницы Страдыня Прогресса Так Как Мы Видим Тоже Он Не Приспособлен Он Был Сделан Вы Понимаете Сейчас Скажу В 2004 Году Сколько лет Назад Когда Расписывали Как Должен Быть Этот Новый Корпус После Этого Проект На Документации Два Три Раза Менялось И В результате Не хватало Денег Платить На Эти Перестройки И все И они Сделали Просто Чтобы Сдать Там Хорошие Палаты Там В палате Хороший Кровец Но Это Понимаете Как Это Ну Эти Больные Могут Могли Лечиться И в Других Учреждениях Но Новое Там Не Сделано У нас Новое Действительно То Что Больница Сделано Это Сделано В корпусах Где Развернута Звертокардиохирургия Там Да Но Это Постройки Были Более Поздние И Этому Уделялось Особое Внимание То То Это Тоже Детище Канепа В каком-то Ключе Да Да 69 Год Я уже Был В этой Группе Когда Тоже Силовым Давлением Был Создан Кардиохирургический Центр Вот Теперешний Профессор Янец Волоколахов Был направлен Куда Он был В Новосибирске В Москве Работал И он Был Первый Кто Смог В Латвии Это Сделать И все Его Ученики Сейчас Там Работают И Они Тогда Уже Начали Строить Себе Вот Эти Операционные Залы Ну Потому Что Те Залы В которых Мы Работали Они У нас Был Звонок К сожалению Радиослушатель Не дождался Пока мы Ответим Мы Сегодня Говорили С Рафаэлом Леоновичем Розенталем Профессором Доктора Медицинских Наук О Нефрологии О пересадке Почек О том Что Латвия Долгие Годы Была Лидером По Этому Направлению И в Советском Союзе А позже В Евросоюзе Поскольку По количеству Пересаженных Успешных Операций По пересадке Почки На Миллион Населения Она входила В первую Тройку В Евросоюзе К сожалению Сегодня Эта тема Ну Существует В процессе Как бы Остаточном От того Что создал Доктор Розенталь Работают Его ученики Есть у нас Четыре Замечательных Хирурга И три Замечательных Нефролога Поэтому Пациенты Которым Необходима Пересадка Почки Они Могут Дождаться Своей очереди И получить Эту операцию Да Мы благодарим Рафаила Леоновича За рассказ Может быть Немножко Мы Сумбурно Все это Поведали Я еще Прочитаю Вашу книгу Рафаила Леонович До конца Сформулирую Может быть Следующую Тему Передачи Для Радиослушателей Спасибо вам Что вы были с нами Спасибо Радиослушателям За то Что звонили В эфир И До следующей Пятницы Всего доброго